Здесь практически все эксперты говорят о том, что встреча Трампа и Путина это ключевое событие саммита Большой Двадцатки, потому что, ну, так или иначе, во-первых, это первая встреча людей, которые больше всего фактически говорят о странах друг друга в своих выступлениях. Вот совсем недавно российские медиа посчитали, что больше всего из других стран Трамп говорил о России, больше всего среди других стран Путин говорил о Соединенных Штатах. Вот интересно, что они скажут друг другу. И действительно, те темы, которые будут подняты, это, скорее всего, терроризм, это, скорее всего, ситуация в Сирии, это, возможно, ситуация в Украине, это все те предметы, в которых у России есть ключевое участие. Ну, надо сказать, что очень по-разному относятся люди к тому, как Белый Дом готов к этой встрече. В частности, Томас Меллиа, эксперт Института Джорджа Буша, бывший заместитель госсекретаря США, оценивает примерно вот так эту готовность. Давайте послушаем то, что он говорит. Сейчас крайне напряженный момент в отношениях США и России по целому ряду причин. И встреча Трампа и Путина завтра очень важная возможность задать то на направление развития отношений в ближайшие месяцы. Мы знаем со слов представителей Белого дома, что президент Трамп отправляется на эту встречу без какой-то повестки. Это крайне любопытное высказывание накануне очень важной двухсторонней встречи между президентами. У нас нет конкретной повестки. Это значит, что сценарий встречи будет определять другая сторона. Это значит, что президент Трамп через своего пресс-секретаря говорит, что он не готовился к этой встрече. Это вызывает сожаление, потому что мы знаем, что самая важная тема, которая должна быть поднята и обсуждена на встрече, это вмешательство России в нашу собственную политическую систему. И я не уверен, что президент Трамп намерен в конструктивной форме поднять эту тему. Надо сказать, что в Москве эксперты независимые тоже вызывают, тоже говорят о скепсисе по поводу того, насколько серьезно Трамп может поднять перед Путиным тему вмешательства России в избирательные процессы и вообще политические процессы в США. Вот что говорит на эту тему в интервью Русской службе «Голоса Америки» эксперт Московского центра «Карнеги» Андрей Калесников. Я думаю, что разговора на эту тему просто не будет. От Трампа в Америке ждут жесткого разговора с Путиным по поводу вмешательства России, потенциального вмешательства России в выборный процесс в Америке. Но я думаю, что Трамп просто постесняется затрагивать эту проблему в ходе чисто эмоциональной личной встречи. Путин, естественно, эту проблему трогать не будет. Соответственно, она просто выпадет из повестки. Сейчас мы не видим ни конкретной повестки, ни конкретной цели для двух лидеров, ни тем более воли к реализации этой цели. Путин как будто ждет шагов от Трампа. Трамп не может разобраться с собственными проблемами внутри Америки. Он не знает, как сформулировать свое отношение к Путину. Цели нет, воли нет, движения нет. Но надо сказать, что некоторые встречи Дональда Трампа ранее опрокидывали все прогнозы. Посмотрим, как выйдет на этот раз. Роман? Данила, не могу не спросить о происходящем в Гамбурге. Обычно встречи Большой Двадцатки, вообще такие глобальные форумы вызывают большое количество протестов. В общем, и Трампа в Западной Европе к нему относятся, скажем так, не слишком тепло. Все-таки, что сейчас происходит в городе? Протесты, конечно, есть. Как же без протестов? Вот я сейчас прямо отсюда вижу здание, на котором написаны очень неприятные слова про саммит G20. И, в общем, все говорят, что Ангела Меркель сознательно пошла на то, чтобы устроить саммит в центре города, соблюсти право граждан на протест. Но надо сказать, что полиция Гамбурга к этому менее мягко отнеслась. За прошедшую ночь были арестованы. Сегодня были большие, но мирные собрания. Но, может быть, они такими и не останутся. Есть ощущение, что, когда протестеры анонсировали свою акцию «Добро пожаловать в ад», они имели в виду, что это совсем не то, чтобы не насильство.